Привет дорогие друзья, с вами Воблер и добро пожаловать на канал. Сегодня у нас будет новая серия по игре ТАБС, где я буду играть против ваших войск. Мы продолжаем играть друг против друга и сейчас вы видите на экране правильное заполнение заявки, дабы попасть в следующий ролик. Изначально мы начнем с топовых комментариев, а потом уже будем брать выборочно людей и воевать против их расстановки. Поехали! И первый подписчик, против кого мы сегодня сразимся, это у нас Борис Сурков, который написал 1 конь Трампа, 2 коня М16, 3 коня и 3 босса Неона. И всего это получилось 7400 монет. Ну давайте мы сделаем тоже на такое количество монет войска и постараемся убрать эти сложные юниты. Кто-то когда-то в комментариях писал, что в данный момент никто не использует боксеров, а когда-то боксеры реально были очень читерские ребята. Давайте мы сейчас попробуем именно боксеров использовать в этом бою. Давайте вот целый ряд боксеров. Конечно нам придется взять тоже какие-то более сложные юниты, дабы завалить ребятки именно боссов Неона. Ну что мы можем сделать с боссами Неона? Их можем мы убить с помощью... Давайте, наверное, Чикенмен навряд ли справится. Хотя хрен его знает, если честно. Давайте, может, М16 поставим. А можно, в принципе, и лучников. Правда, лучников надо очень много, чтобы снести этих боссов Неона. А можно также еще... Короче, можно все, ребята. Все можно поставить. Только самое главное... Давайте катапульты. Вот здесь у нас есть катапульты. Мы их расставим где-то сзади. У нас будут катапульты здесь стоять. И будем надеяться, что эти катапульты смогут что-то сделать полезное. Также можно, в принципе, поставить баллисты. А, у нас еще есть ниндзя-мастеры. Давайте ниндзя-мастера вот сюда врубим. Вот так вот. Давайте на 7400 тоже поставим войска. Не получилось 7400. Значит, обычные ниндзя. Они будут здесь вот в серединке бежать. Как раз мы их... Вот. 7400 как с левой стороны, так и с правой. Вы можете написать в комментариях, кто победит. А также давайте посмотрим, что у нас получится за замес. Пошла жара. Мы видим, что М16 сразу начал рубить боксеров. Кстати, боксеры практически с первого раза и не умирают. Давайте мы немножко ускорим этот весь процесс. На! М16... Блин, а по М16 попала катапульта, а ему по барабану. Как это может быть? Воу! Трамп сразу стену поставил. Дышь вынесли. Вынесли. Вот пошли ребята. Подождите. Что, всех наших перебили? Нет, ниндзя-мастер остался. Ниндзя-мастер остался. Бедняга. Его убили. Его просто убили. Я вижу, что катапульты и наших порешали, всех порешали. Потому надо выбирать какие-то другие войска, дабы их убить. Конечно, я бы мог поставить таких же, скажем, воинов неона, дабы они победили. Но хотелось как-то разнообразить, скажем, эту схватку. Мы можем поставить Project Shields. Давайте мы их поставим несколько штук. Вот здесь вот будут стоять у нас Project Shields, которые, возможно, будут все отбивать. Также мы можем, ребята, поставить несколько бомжей, которые будут отвлекать на себя именно весь дэмэдж. Вот здесь вот огромное количество бомжей. Сзади мы, ребята, давайте поставим с неона мушкетчиков, которые будут рубить. Вот они будут здесь стоять и постреливать по юнитам, по трампу. Давайте мы здесь вот размещаем. Так, у нас 7200. Осталось еще немножко монет. Можно, в принципе, и пистолетчиков, да, тут расставить где-то по чуть-чуть. Пистолетчиков. Ну, давайте одного уберем. И поехали. Второй раунд. Посмотрим, что у нас с этого получится. Так, Project Shields начали бить. Мы видим, как они круто отбивают выстрелы М16. То есть бесполезные выстрелы. Сейчас вблизи к трампу подойдут бомжи. И, может быть, бомжи даже к кулачинам бою, да, вблизи смогут порубить. Вы посмотрите. Какая красивая защита. Практически красные вообще не могут стрелять. Смотрите. Кстати, мушкеты еще не свелись. Сейчас мушкеты выстрелят. Душь! Все, трампа М16 нету, ребята. О-о-о! Вот так. О-о-о! Почему? Это наши, наши мушкетчики по нашим же войскам и рубят. Вы посмотрите. Осталось два джедай-мастера. Так, джедай-мастеры бегут такие, говорят, да нам насрать. Тыч! Меч оставил. Он, бедняга, даже меч бросил. Смотрим. Бых! Приговорили. Вот так вот, ребята, мы справились с вражеской командой. И дальше у нас очень интересный комментарий и очень огромные войска. Смотрим. Один конь 30 щитами. Вот они стоят. Потом, ребята, через каждый конь идет 90 пехотинцев. Это с мечами. Два коня лучники. И также, ребята, у нас два коня. На остальные деньги мушкеты. Вот что у нас получилось за армия. Армия растянута на всю длину карты. То есть мне надо будет аналогично расставлять войска. Потому что вблизи я никаким образом не смогу справиться. То есть надо ставить тоже мушкеты. Обязательно на такой же дистанции. Потому что только я начну вот так вот, наверное. Мушкеты у меня будут здесь. Чего у меня мушкеты вообще... Вообще, смотрите, как они стоят. Почему-то попадали. Не знаю, почему у меня мушкеты упали. Но да ладно. Я думаю, что мне надо еще больше мушкетов ставить, чтобы справиться с этой армией. Давайте мы вот здесь вот еще ряд мушкетов смотрим. Мушкеты, мушкеты, мушкеты. Что это? Ага, вот так вот. Мушкеты у нас идут. Так, у нас 4000 занято. Потом нужно нам каким-то образом справиться с вот этими щитовиками. Ну и мне кажется, есть шанс поставить именно вот эти вот бочки. Вот бочки смогут их раскатать. Вот мы, я думаю, вот так вот бочки ставим тут. И первые должны просто сгореть. Первые у нас должны сгореть. Потом остальных мы, в принципе, можем вырубить с помощью джедай-мастеров. Где у нас джедай-мастеры? В неоне они находятся. Так, давайте мы здесь расставим на такое вот расстояние, чтобы пока не дошли, как раз наши бочки потухли. Надеюсь, что наши мушкетчики не приговорят своих же джедай-мастеров. А то, мне кажется, будет больно. Джедай-мастеры у нас готовы. Здесь, в принципе, тоже можно что-то разместить. Ну, в принципе, есть вариант поставить даже несколько баллист. Или баллист или катапульту даже можно поставить. Где у нас баллиста, в принципе? Не, катапульту давайте. Катапульта она нормально бьет. Где у нас катапульта находится? По-моему, где-то здесь. А, крестоносцы. Вот у нас есть катапульта в центре. Пусть она будет вот так вот рубить. И главное, чтобы реально эти дураки не попали по своим же. Я не знаю, как это, блин. А то сейчас катапульту нахрен и разрушат. Куда ее поставить вообще, а? Ладно, пусть в центре стоит где-то здесь. Надеюсь, что они не убьют своего уже в спину. Итак, ребята, интересный замес. Поехали. Так, начало у нас атаки. Тут у нас, ребята, идут бочки. Давайте посмотрим, как они эпично взорвутся. Да! И первый ряд чуваков со щитами просто накрылся. Полетела катапульта. Кстати, катапульта вроде бы жива. О! Смотрите, она сразу задела сколько чувачков. О, ребята, мы в боулинге. Смотрим. Катится наш шар. Давай, докатится до мушкетчиков. По-любому он должен парочку мушкетчиков вырубить. Смотрим. Давай, вырубай. Жги. О! Да, хоть одного, но взял. Так, что у нас дальше за замес? Пошли воины Неона. Они как раз рубят тех, кто выжил. Смотрим. Так, мушкетчики. Нифига себе, сколько пехотинцев, ребята, прошло. Пехотинцы прошли. Надеюсь, что мушкетчики их уработают. Потому что... Блин, ай, чуваки наши. Смотрите, джедай-мастеры. Разворачивайтесь, идите вперед. Почему они назад? Они как бы пытаются своих мушкетчиков спасти. Но мне кажется, это бесполезно. Так, давайте, мушкеты. Бейте, бейте. О, очень много пехотинцев. Пехотинцы прыгают по камням. Смотрите, сальто делают. Не, ну если этот демон добрался, то мне кажется, все. Он всех уничтожит. Смотрите, пошла жара. Пошло, рубило. На, дышь, пыдыщ. Друг в друга. Смотрим, ребята. Что у нас тут получается? У нас еще там джедай-мастеры работают. В дальней дистанции. И тут два пошло. Отлично. Убейте этого гада. Закосили. Ты куда пошел? Иди давай нападай. Он возле забора лазит. Смотрим, что в красной армии тут. Джедай-мастер, идите, давайте вперед. Мушкетчики не дают им пройти вперед. Оу. Просто смотрите, как отбрасывают джедай-мастеров. Ну даже, с одной стороны, хорошо, что наши мастера тут ходят, потому что пока мушкетчики вражеские отвлекаются на них, наши мушкетчики могут бить сдалека. По крайней мере, я на это надеюсь. Смотрим. Давай, давай, доходи. Да, шмяк, шмяк. Уничтожил еще. Ой, в затылке. Давай, вставай. О, отлично. Смотрите, он просто неубиваемый. Он всех порубил. Круто, ребята. В первом раунде мы справились против такой огромной армии. Так, давай, еще один. Еще один остался. Прошу заметить, что все наши джедай-мастеры остались живые. Вы представляете, сколько их там вообще ставил? Давайте посмотрим, сколько их ставил. Четыре ставил и четыре дожило до конца. Интересный комментарий нам оставил Гоуст ТВ. Пишет, один конь 60 лучников, один конь 50 копьеносцев, один конь 5 самурай-мастеров, один конь на остальные деньги голодранцев. Вот что у нас получилось за войско. 155 юнитов и мы сейчас, ребята, должны их вынести. И у нас получаются лучники практически на всю длину карты. Нам надо будет каким-то образом убить этих лучников. Но, мне кажется, для начала надо справиться с самурай-мастерами, так как они будут нехило рубить. Я, наверное, против них сразу поставлю джедай-мастеров с неона. Можно, в принципе, поставить здесь 6 штук. Вот раз, два, три, четыре, пять, шесть штук мы их поставили. Сзади мы можем поставить чуваков со щитами. По идее, щитовики должны как бы закрыться щитами от лучников. И нам надо это все сделать на всю длину карты. Где у нас щиты вообще находятся? У Греции. У Греции. Вот у нас Греция. Давайте мы вот щиты поставим вот таким вот образом по всей длине. А что они там тоже не ставятся? Вот они должны так идти. И, по идее, тоже вырубить. А давай от края, а то вдруг наш юнит упадет со скалы, а он должен все зарешать, а? И тут он как-то подозрительно стоит, чувак. Он в мухой еще упадет. Так, у нас остаются еще монеты. Что мы можем сделать с этими войсками? Давайте, давайте еще щиты возьмем. А что нам бы щиты в центре? Вот еще нельзя щиты. Вот у нас еще в центре щиты будут. А, и многовато. Вот, убираем. Кто-то, кстати, писал в комментариях. Воблер, ты нарушил свое правило. У меня там на 40 монет было больше 10 тысяч. Воблер, ты нарушил. Не смешите. Ну да ладно. Ну что ж, поехали. Так, начать битву. Тут пошли наши мастеры. Лучники начали бить. В принципе, нормально щиты защищают. О, смотрите, копьеносцы бросили, как бы, копья в своих же лучников. То есть они лучников приговорили. Не всех, конечно, но какую-то часть. Смотрим дальше. Чуваки со щитами неплохо справляются вроде бы с лучниками. Лучники, так, немножко, как бы, уже повержены. И пошла жара дальше. Давайте ускорим весь процесс и посмотрим, что у нас за махач тут идет. О, джедай. Джедай-мастеры пошли. Кстати, самурай-мастеры, по-моему, уже все умерли. Да, все умерли или нет? О, а давайте ускорим. Вот так вот пошла жара. Ого, смотрите, сколько копьеносцев с той стороны. Они друг в друга кидают. Вы посмотрите, друг в друга. Правильно, своих бей. О, своих бей. Чуваки, сочитаем. Этот чувак, сочитаем, вообще идет по друпам. Лезет бешеный такой. Куда? О, смотрите, в дерево. Чего вы в дерево-то застряли? Ну, дерево спасло, ребята. Читерское дерево на нашей стороне. Так, давайте посмотрим, что у нас тут получается. Почему-то наши юниты некоторые забаговали. Они то ли идти не могут, то ли что с ними происходит. Вы посмотрите, ему получается в голову копье влетело. И это копье зацепилось за другое копье. А это копье торчит в щите. Короче, я надеюсь, что вы поняли, что я сказал. Жесть. Жесть. Пока что непонятно, кто побеждает, кто проигрывает. Мои юниты почему-то багуют. Почему они багуют? Так, этот чувак вроде бы всех убил или нет? Он жив, лучник? Или не жив? Вроде бы здесь всех убили. Смотрим. Офигеть. Жесть. Вы посмотрите. Дело в том, что самурай-мастеры не могут двигаться из-за того, что в них торчат копья. Вы представляете? Вот это жесть. Смотрите. Он просто идти не может. Он накалывается и падает. Это капец какой-то. А кто с этой стороны? Это лучник? Живее он постреливает? Или что происходит вообще? Это стрелы куда-то исчезают. Смотрим, где вражеская команда. Вот враги. Здесь один лучник остался. Он еще постреливает. Здесь, конечно, неудобно. После ТАПСа... Ой, ТАПС. После Engine Warfare 2 там обычно пишется, сколько в твоей команде, сколько во вражеской. А здесь надо искать. Где же враги? Вау! Куда улетел мой джедай-мастер? Чувак, вернись. Слушай, я за тебя отдал 800 монет. Вернись. Точно, ребята. Это стрекоза. Смотрите, это стрекоза. Джедай-мастер, стрекоза. Улетел куда-то наш джедай-мастер. Блин. Стрекоза улетела. Так, подходят мои бойцы. Смотрите, они застряли. Он просто не может. Он багует. Лучник. Нифига себе. Что происходит? Так нечестно. Один джедай... Ооо, мы победили. Фух. Произошло это. Тяжело мы победили. Очень тяжело. И дальше нам оставил комментарий Александр Лысенко. Вот его войска. Три бочки. Три. Мушкетчика с армией неонов. Десять. Двенадцать. То есть пушек. И также по бокам идут десять мушкетчиков с каждой стороны. Как раз получается десять монет. И мы сейчас постараемся убить его армию. Я думаю, что против бочек нам помогут реально воины неона. Это вот эти чувачки с... Вот эти прям вот здесь. Вот давайте в самом начале вот так вот поставим их. Три штуки. Потом, дабы убить пушки, можно в принципе использовать катапульты. Где у нас катапульты? Баллисты не надо. Вот катапульта, мне кажется, будет нормально. Давайте целый ряд катапульт. Вот так вот. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Десять катапульт у нас уже есть. Чем мы можем еще в принципе брать? Давайте возьмем еще боксеров, ребята. Боксеры. У нас, конечно, сегодня уже были боксеры. Но хочется их еще поставить. Вот наши боксеры. Конечно, они, я думаю, выгорят. Значит, мы их поставим где-то вот сзади. Давайте сзади мы поставим этих боксеров. Огромную толпу. И даже вот тут по бокам. Тоже можно боксеры, да? А вот. По чуть-чуть. По три боксера по бокам. Есть три боксера по бокам. А, даже много. Ну, ничего. Давайте мы уберем лишнее. И пошла жара. Сейчас прямо на бочке идут наши джедай-мастеры, ребята. Им не страшны никакие огненные атаки. Мы видим, как сейчас реально рубят. Оооо. Катапульты. Катапульты все-таки смогли снести небольшое количество пушек. Давай, убей пушку. Ну, нет. Чуть-чуть толкнул. Чуть-чуть толкнул. Пушки тоже рубят. Пушки поломали, ребята, нам катапульты. Также вы посмотрите, как пушки нехило рубят в джедай-мастеров. Так, подожди. Ага. Пушка, смотрите, выстрелила прямо в дерево. Не повезло. Но также у врагов, получается, у красной команды есть мушкетчики. А мушкетчики, ребята, это тоже не надо их недооценивать. Навряд ли, конечно, мне кажется, наши боксеры смогут подойти до мушкетов. Но все же, у нас осталось три рабочих... Кто-то улетел, ребята. Три рабочих атопульта. Вы видели, кто-то пролетел красный? Идут боксеры. Давайте мы ускорим этот процесс и посмотрим, что с этого получится. К сожалению, наши войска неона не могут... О, смотрите, он за камень спрятался. И с помощью этого он смог немножко поближе подобраться. Блин, вы посмотрите, как пушки жестко рубят. Пушки рубят. Реально. Дышь, дышь промазало. Пушки промазали по нашему джедай-мастеру. Прячься за дерево, красавчик. Да, он спрятался, он с дерева. По красоте. Бей! Куда ты на пушку пошел? Пушки уже нету. Пушку снесло. Красавчик, живи. Вроде бы неплохо пока что рубит наша команда. Боксеры дошли. Все дошли. Бей, бей! Вот вам, ребята, и боксеры. Нормально, победили. На этом, дорогие друзья, у меня все. Если вы еще не поставили лайк, обязательно ставьте. Также не забывайте правильно оставлять комментарии, чтобы попасть в следующий ролик. А с вами был Воблер. Всем удачи и пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин